Доброе утро! В студии Надежда Курилина. Педагоги из Хабаровска стали победителями Всероссийского конкурса краеведов, работающих с молодежью. Он организован Российским историческим обществом при поддержке Фонда президентских грантов. Награды победителям вручал председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. И сегодня они у нас в гостях. Елена Наумова, отличник народного просвещения, руководитель объединения краеведов «Звонок» средней школы номер 2 села Некрасовка и Ольга Стрелова, доктор педагогических наук, профессор. Елена Анатольевна, Ольга Юрьевна, здравствуйте. И для начала несколько слов о Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью. Участники вот именно в этом году собрались из 8 федеральных округов. Какие были условия, какие требования? Можно я начну? Конкурс проводится уже третий раз, поэтому традиция еще развивается и становится. Конкурс всероссийский, поэтому в каждом округе Российской Федерации собираются заявки педагогов. И далее педагоги должны пройти два тура и выйти в очный финал, приехать в Москву и защитить свои проекты. То есть не просто за наградами в Москву, а в Москву защищать проекты? Едут уже финалисты, которые ясно что, да, что-то выиграли. А как дальше будут распределяться награды и дипломы, это будет уже решаться вживую. Вы защищали свои дипломы? Представляли. Точнее, все-таки условия конкурса, условия финала были более дружелюбными и комфортными, и в нем не было никакой конкуренции. Потому что в рамках каждого округа победители определялись внутри. И мы не соперничали с другими округами, а просто внутри каждой команды проходило определенное соревнование. Вам было интересно? Вы узнали участников других? Увидели? Может быть, что-то показалось вам любопытным? Ну, в силу своей профессии, поэтому я несколько так сторонним человеком выглядела на этом конкурсе. Конкурс для школьных педагогов и специалистов дополнительного образования. Но я заранее спросила, я могу как профессор Хабаровского краевого института развития образования, непосредственно со школьниками я не работаю, я могу в этом конкурсе принять участие? Мне сказали, если вы отвечаете другим условиям, пожалуйста. Таким образом, я прошла первый тур, вышла во второй и была отобрана в третий. И в силу, теперь вернемся к своей профессиональной деятельности, мне был интересен не конкретно опыт конкретного педагога, а те тренды, которые показывают, тренды в развитии краеведческой работы со школьниками, которые показал этот всероссийский конкурс. И они очень интересны. Задайте мне потом вопросы. А, сразу, да? Сразу, конечно. Ну, во-первых, существует традиция, а краеведению, кстати, в следующем году будет уже 100 лет. Так что можно будет вернуться к этой истории. И четвертый всероссийский конкурс будет проходить уже, да, более масштабно в связи с этим 100-летним юбилеем. Поэтому одним из традиционных направлений остается условно-классическое краеведение, когда люди в основном уже зрелого возраста занимаются им со школьниками так же, как занимались в 20 веке. Вместе с тем в команде очень много молодых. И молодые используют информационно-компьютерные технологии. И я предложила номинацию для следующего конкурса «Краеведение в эпоху цифры». Поэтому нужно осмысливать и видеть новые тренды. Например, я предложила еще такую номинацию, как «Экосистема краеведческого образования». Потому что сегодня важно, чтобы не один учитель в одиночку, как правило, работает и занимается со своими школьниками, а важно, чтобы музеи, архивы, библиотеки, различные общественные движения тоже в этом процессе участвовали как партнеры. Вот это и будет называться экосистема, экосистема образования. И вот это было интересно. Елена Анатольевна, что вам запомнилось? В ходе этого конкурса я обратила внимание, что большая работа проводится в среде музейных работников в том числе. И многие краеведы, маленькие краеведы работают с музеями, как, например, у нас Градыковский музей, наши сельские музеи. И хочется сразу сказать о нашем музее, о сельском. Мы работаем с музеем, который называется «История села Некрасовка», ну, наверное, с начала 2000-х годов. Огромную помощь нам оказывал этот музей. В нем богатейший материал, собранный жителями села. Сохранила Любовь Гуревна Тюхтина экспонаты. В должной мере ей надо отдать должное. Но, к великому сожалению, вот наша работа основана на музейных документах, а музей-то закрыт. В нашем сельском поселении музей закрыт. Мне бы очень хотелось бы, чтобы, наконец, наша сельская администрация поняла, что музей – это не комната, которую занимают различными экспонатами или вещами, а это место сохранения памяти о тех людях, которые создавали это село. Поэтому работа с музеями, как сказала Ольга Юрьевна, на первом месте всегда стоит, потому что это документы, это материал, проверенный временем. Елена Анатольевна, вот вы начали про музей, да, но я напомню, что вы ведете работу с музеями в качестве руководителя Клуба юных краеведов «Звонок», которым вы руководите уже 20 лет. Давайте несколько слов скажем о проектах, которые вы представили на конкурс. Пожалуйста, Елена Анатольевна. Мой проект назывался «Краеведение детям». «Краеведение детям», потому что вся работа в нашем детском объединении основана на работе детей. Все делают только дети. Я как бы направляю их развитие. Значит, с чего начинается наша работа? Вот мы задумали проект. Например, Григорьев Сережа, Мишин Дима, Родин Павел, Кашухарь Андрей. Решили узнать, кто основал наше село. Мы поехали в государственный архив Хабаровского края. Мальчишки взяли в руки метрические книги 1910 года. И меня порадовало, когда один из них, Мишин Дима, увидел фамилию своей бабушки, приехавшей сюда в 1907 году. Они составили списки переселенцев. Таким образом пошло начало нашей работы. Затем Настя Соколова, например, изучила отношения жителей Новоалексеевки, тогда наша деревня так называлась, к партизанскому движению. Годы гражданской войны, 18-22 год, интервенция. И многие семьи, прямо целыми семьями, уходили в партизанский отряд. Вот она сумела, среди огромного, огромнейшего материала, среди которого, вот мое мнение, нет такого систематизированного материала. Есть мемуары, воспоминания участников гражданской войны. Единственная книга, которая нам помогла, это книга Юрия Николаевича Цыпкина, монография. Это замечательная книга, которой мы пользовались. Так вот Настя сумела проследить судьбу партизан, которые ушли в партизанский отряд имени Федотинка Вредного. А затем она же выяснила, вот когда они вернулись в 1922 году, началось восстановление хозяйства, она выяснила, как эти же самые партизаны отнеслись к коллективизации в 1933 году. И не все бывшие партизаны приняли об обществлении хозяйства. Вот огромное спасибо Насте за ее работу, кропотливую работу, которую она защитила на конкурсе Вернадского и получила первое место. Вы защищали проект, вот краеведение, как дети узнают историю своего сельского поселения, там, где они родились и выросли. Ольга Юрьевна. По условиям конкурса нужно было представить свою работу в сфере краеведения за последние три года. Последние три года моя профессиональная научно-исследовательская и педагогическая работа тесно связана с региональным компонентом и региональным учебным пособием по истории Дальнего Востока России. Я и пошла на этот конкурс для того, чтобы еще чем-то поддержать этот сложно идущий проект. В 2019 году при моем непосредственном активном участии был издан первый учебник в издательстве «Русское слово». Он сейчас перед вами. Мы провели летом этого года, тоже не так гладко и легко, первый краевой конкурс для педагогов и школьников на основе этого учебника. Почему трудно? Потому что он не получил должной оценки, должного освещения, должного внимания со стороны краевых органов управления образованием. И также сложно сейчас идет работа над вторым учебным пособием, потому что нет смысла выпускать первое, если изучение истории родного края, а край входит в историю Дальнего Востока России, это не будет продолжено и не станет системным. Собственно, мое выступление на конкурсе, оно освещало опыт тяжелый, трудный, но актуальный опыт сегодня Хабаровского края и в моем лице, в авторском коллективе, над этим оригинальным инновационным учебно-методическим комплексом. Я еще раз подчеркну, что это не просто очередной учебник и очередная книга, сменившая издание предыдущих лет. Это учебник нового поколения, и не случайно ко мне после конкурса подошли и сказали, что мои идеи, мои концепции в отношении такого регионального учебного пособия будут использованы в работе российского исторического общества, которое собирается заниматься и краеведческой учебной литературой. Ольга Юрьевна, один из принципов подачи материала учебника... Вот здесь нет подачи. История Дальнего Востока в древности и Средневековье, это взаимодействие постоянно с музеем имени Градыков. Именно поэтому, да, это не подача, я, извините, так вас уточнила, потому что здесь принципиально для учебника современного, чтобы учебник был не книгой, излагающей готовое содержание, а книгой, организующей самостоятельную, о чем дальше раньше говорила Елена Анатольевна, самостоятельную исследовательскую, поисковую, познавательную деятельность школьников. В чем она заключается? В чем, а вот давайте его тогда откроем и увидим, что там нет длинных параграфов, там нет параграфов вообще. Там есть артефакты, там есть документы, там есть тексты культуры, и там вместо сплошного текста основное внимание занимают творческие, поисковые, исследовательские вопросы и задания для самих школьников. То есть работа ребенком будет осуществляться не сидя за столом, а он должен встать, пойти в музей. В том числе и в музей, потому что как раз вернемся к вашему вопросу, да, музей помог не просто предоставив качественные иллюстрации своих экспонатов, а музей открыл для меня и свои фонды. И там оказались очень интересные материалы, ну, например, о том, как оказались в холле Градековского музея знаменитые чучела мамонта и ящера. И сама история обнаружения этих костей, да, создания этих мумифицированных там чучел, все это тоже интересно, и это тоже входило в учебник. Почему? Потому что музей вовремя подсказал вот такие интересные ходы. И, конечно, я все время говорю, да, Ольга Юрьевна Стрелова, да, Марина Ибрагимовна Романова, да, издательство «Русское слово» и Хабаровский Градековский музей. Главный педагогический принцип – лучше всего усваиваются те знания, которые ребенок добыл самостоятельно. Здесь, можно я вас еще раз, да, вот так просто подведу к новой мысли, что для современного образования ценность заключается не только в знаниях, вот я сейчас их не отрицаю, а в отношении, в эмоциях, в ценностях, которые через знания на основе знаний воспитываются. В том-то и дело, в связи с этим у меня вопрос к Елене Анатольевне, как она стимулирует детей, сегодняшнее поколение, да, вот стереотипно мы все их принимаем, да, видим, как детей постоянно уткнувшихся в телефоны, смартфоны, как вы их обращаете, да, вот в эту свою веру, как вы их стимулируете заниматься самостоятельными поисками, открывать книги. И вот, как вы уже рассказывали о девочке, которая изучала партизанское движение, она ведь перевернула огромнейший пласт мемуарной литературы, не систематизированной, перед которыми историки многие, да, опускают руки. Она это сделала. Как вам это удалось? Да, наверное, это не моя заслуга, это детям интересно. Они приходят, вот пришли, большая группа, послушали, посидели, посмотрели, увидели, что мы делаем. Например, вот готовились к последнему занятию, у нас игровые занятия, так называемые, ребята проводят, сами готовят, проводят сами. То есть они еще методисты, получается, у вас, да, они еще и разрабатывают. Они еще и педагоги у меня, ну, это я скажу еще. Вот, посидел мальчик один и говорит, посидел, послушал и говорит, а можно я к вам? Пожалуйста. Следующее занятие, еще один подходит, а можно я к вам? Да, пожалуйста. Вы понимаете, не конфетками и пряменьками я их увлекаю, а работой. Вот, например, летом мы с ними создали лэпбуки. Одна девочка сказала, я первый раз услышала, что это такое. Лэпбук они назвали сами настольным историческим театром. Мы купили фетр, мы купили фоамиран, мы купили картон и начали создавать крестьянское подворье. Вот они там цветочки наставили везде, значит, приклеили. Я говорю, нет, дети, давайте разбираться, что такое крестьянское подворье. Давайте думать, как он, из чего оно состоит. И вот другие подходят тоже и к нам присоединяются. Ребятам интересна такая работа. Любым ребятам. Вот даже идут мимо нас и подходят и спрашивают, а что вы делаете? А можно к вам? То есть мы часто не столько в своем кабинете сидим, сколько выходим в фойе школы. Ставим стол и там за этим столом работаем. Интересно другим, они к нам приходят. Мы делаем буктрейлеры, мы часто очень по школе ходим с видеокамерой. Очень часто. Делаем буктрейлеры, рекламируем свои книжки, записываем видео своих игровых занятий. Просто видео делаем на историческую тему. Это интересно. Ребятам интересны эти формы работы. Это современные дети. Им должно быть не просто интересно, а они увлекаются. Они должны быть включены. Да, включены. Вот мы с Ольгой Юрьевной в Москве побывали в замечательном... Музее слова. Музее слова. Слушайте, меня поразил этот музей. И у меня возникла идея, я загорелась. Я, конечно, не смогу этого сделать, потому что... Дорого. Это дорого. Это очень много цифровых технологий. Но ребенок подходит и включает, открывается текст. Там можно услышать, там можно увидеть. Но самое главное, они ручками, пальчиками прощупали вот эти литеры, которыми пользовались первые люди, которые печатали книги. И детям надо почувствовать все это. Дети должны... Приобщиться, да? Приобщиться к этому, да. Приблизиться, войти в непосредственный живой контакт. Меня жому поразил этот музей. Я в восторге была. И поэтому у меня возникли новые идеи. Как меняются дети вот от такого рода деятельности? Почему необходимы эмоции? Почему необходима вот такая включенность вот в эту стихию? Не побоюсь этого слова, потому что Елена Анатольевна, скорее всего, создала вот эту вот стихию у себя. Среду. Да. Да, это называется информационно-образовательная среда, живая, непосредственная, привлекающая детей. И как дети меняются в процессе вот такой деятельности, если эта работа главным образом нацелена на личностные результаты, на изменение самого ребенка, то этими результатами и будет некое другое. Да, есть такое выражение, я стал другим, пройдя эту дорогу, я стал другим. Вот в этом главный результат такой краеведческой работы. Если же учителя и те, кто занимается дополнительным образованием, нацелены на создание материальных продуктов, на участие в конкурсах, на победы, на грамоты, медали, ордена, то результатом этого конкурса будет очередное отчужденное от ребенка участие и результат. В прошлом году мы, я сама решила подвести, так сказать, итог своей работе. Работаю в школе очень много лет уже, думаю, пора бы сделать что-то такое интересное. Я обратилась к своим выпускникам, тем, кто занимался у меня в нашей студии. Они прислали мне свои видео. Они потом из этого создали общий фильм. И вот одна из мам уже, взрослая женщина, вспоминая эту работу, говорит, во-первых, было интересно. Во-вторых, мы как бы поднялись на ступеньку выше над всеми остальными детьми, которые были рядом с нами. Мы делали нужную и полезную работу. А еще она обратила внимание на то, что мы стали гражданами. Вот мне понравилось это слово, которое она произнесла в своем фильме. Делала она его отдельно, живет она в другом городе. Но факт тот, что вспоминая ту работу, которая была организована и в которой она принимала участие, вот это слово «я стал гражданином», «я стал личностью», «я стал лучше». Вот это очень важно. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. И напомню, что у нас в гостях были Елена Наумова, отличник народного просвещения, руководитель объединения краеведов «Звонок», средняя школа номер 2, села Некрасовка, и Ольга Стрелова, доктор педагогических наук, профессор. Оставайтесь с нами.